Алматинец требует наказать виновных в смерти жены. Трагедия произошла в начале лета. Семейная пара возвращалась домой на самокате и прямо в центре города угодила на нем в траншею. Девушка от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи, а ее супруг утверждает, что на месте дорожных работ не было ни одного предупреждающего знака. Алтон Мендебаева знает подробности. Эти фотографии алматинец Кирилл Василенко сделал в начале лета. Тогда на этом месте шли ремонтные работы, но, судя по снимкам, не было никаких предупреждающих знаков. Мужчина вместе с супругой поздно ночью уехал домой на одном самокате и угодил на перекрестке в центре города в вырытую траншею. О том, что на дороге преграда, супруги, конечно, не подозревали. Возвращались домой вдвоем на одном самокате, но мы это практиковали не раз. То есть у нас уже есть опыт, чтобы мы вдвоем катались на одном самокате и ни разу никаких происшествий не было. Проехали где-то примерно километр до данного перекрестка. Поскольку я был за рулем, я как ответственный водитель перед перекрестком сбросил скорость, где-то где-то уже на середине замечаю, и пытаюсь нажать на тормоза. В себя я уже прихожу лежа на асфальте. После падения Кирилл пришел в себя. А вот его 23-летняя жена Саида погибла прямо на месте, еще до приезда скорой. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина обвиняет в этом организацию, которая тогда занималась ремонтом на этом участке. Он уверен, если бы был знак, то злополучную траншею удалось бы объехать. Ее с ракурса, откуда мы ехали, вообще не было заметно. Уголовная ответственность должна быть. И чего мне больше всего хочется, так это того, чтобы это придалось огласке. Что такие ситуации возникают, она может случиться с каждым. И если подвергаешь кого-то опасности, в данном случае выполнение дорожных и ремонтных работ, это опасность, то нужно обезопасить остальных. Адвокат мужа погибшей Саиды требует ускорить следствие. По его словам, подозреваемых по делу все еще нет. К следователю их вызывают крайне редко, а его клиента до сих пор не признали потерпевшим. В двоем месте на одном самокате. На тот момент это было разрешено, никаких запретов не было. ТУ «Осмартстрой». В ночь они все оставили, выкопали здесь траншею. Следствие волокитится уже более пяти месяцев. Уже в первый месяц стало ясно, кто непосредственно ответственный за данный участок дороги. Мы хотим, чтобы ускорили досудебное расследование, чтобы признали подозреваемым как минимум первое лицо и прораба данной компании. Полиции нам заявили, мужчину уже признали потерпевшим, а расследование идет по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Правда, адвокат утверждает, что узнал об этом только сегодня от нашей съемочной группы. Если виновных найдут, им грозит лишение свободы до шести лет. Данный факт зарегистрирован и расследуется по статье 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Супруг погибшей женщины официально признан потерпевшим. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и виновных лиц. О том, что на этом перекрестке была траншея, сейчас не говорит, конечно же, уже ничего. К слову, в самой организации, которая занималась ремонтными работами на этом участке в центре города, от комментариев отказались. Местные власти объяснять ситуацию тоже пока не хотят. Известно, что по делу сейчас проходят экспертизы.